На что способен разгневанный робот? Где живут самые отзывчивые полицейские? Как окурки используют в Австралии? Об этом и не только в нашем обзоре. Хакеры, неделю назад похитившие сценарий серии «Игры престолов» с сервера в студии HBO, потребовали выкупу директора компании Ричарда Плепнера. По данным Associated Press, речь идёт о 6 миллионах долларов. Похитители уже выложили в сеть сценарий пятой серии, седьмого сезона, ещё не вышедшей в эфир. Если их требования не выполнят, хакеры грозятся слить в сеть и другие материалы. В соцсети покорил робот-мститель. Машина, проигравшая в забеге человеку, отомстила ему, сбив победителя с ног. Гонки с роботом организовал представитель американского Бейлорского университета Шон Падди, который сам стал их участником. Когда же Падди опередил робота, тот отреагировал неожиданно. Отклонился от траектории и толкнул мужчину. Всего за сутки этот видеоролик набрал 10 тысяч лайков. Полицейский аттракцион невиданной щедрости. В Торонто правоохранители подарили 18-летнему парню одежду, которую тот прихватил из торгового центра. Он пытался вынести из магазина белую сорочку, галстук и пару носков. Копы, приехавшие на вызов, воришку не задержали. Более того, купили ему всю эту одежду, узнав, что в семье парня финансовые проблемы, а новая одежда необходима для важного собеседования. В Австралии планируют ремонтировать дороги с помощью окурков. Идею предложили ученые из Королевского технологического института в Мельбурне. Мол, в мире ежегодно выбрасывают больше миллиона тонн окурков. Чтобы добро не пропадало, его предлагают использовать для укрепления дорожного покрытия. Для этого окурки собираются высушить, поместить под пресс и залить горячим битумом. По мнению ученых, такая технология не только повысит прочность дорожного покрытия, но и снизит нагревание асфальта. Жители американского Арлингтона заметили на улицах автомобиль, который ехал без водителя. Как оказалось, драйвер все-таки был замаскированный под кресло. На вопросы удивленных прохожих не реагировал. В университете Виргинии пояснили, водитель в костюме кресла участвует в испытаниях беспилотных автомобилей и был одет в положенную униформу. Исследование секретное, поэтому кресловодитель ни с кем не общался. В колумбийском городе Медель-Инн стартовал ежегодный цветочный фестиваль. Традиционно его открывает грандиозный парад, который посвящен отмене рабства. Как символ этого, жители Медель-Ина во время парада вместо тяжелой ноши несут на своих спинах корзины с цветами. Фестиваль продлится пять дней. В это время свои творения представят флористы, съехавшиеся со всей страны. Фестиваль продлится пять дней.